Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрабер. Сегодня вот видите меня таким, каким и есть. Сегодня мы говорим о том, почему не нужно устанавливать Google камеру. Казалось бы, Google камера почему? О чем, друзья? Друг, о чем вообще ты говоришь? Это же в принципе вообще так круто, потому что она так снимает и все такое. В принципе, да, друзья, я не совсем против Google камеры, но есть определенные тонкости, о которых я хотел с вами поговорить. Есть две системы, да, но распространены на данный момент. Сейчас для телефонов это iOS, ну, которая у Apple, и также Android. iOS интересна тем, что она более закрыта, да, там минимальные настройки вы можете сделать, но эта система считается очень-очень безопасной. Android сейчас, по сути, тоже к этому стремится, и сейчас они становятся тоже гораздо более-более безопасными по сравнению с тем, что было, допустим, лет 10 назад. Так вот, в чем прикол? Когда вы устанавливаете Google камеру, то вы устанавливаете ее не из Play Market, а потому что, в принципе, ее там нет и быть не может. Потому что люди взяли разработку у Google, переделали ее, сделали ее под определенной моделью телефонов, соответственно, мы загружаем ее только с внешних источников где-то. В чем проблема? Проблема в том, что когда вы скачиваете APK-файл, то вы даете разрешение на телефоне установку из внешних источников. То есть Android что нам дает? Некоторую свободу выбора. То есть, в принципе, можем устанавливать, можем не устанавливать. Да, допустим, мы разрешаем установить Google камеру на свой телефон. Что дальше? В принципе, по сценарию все должно быть хорошо, и это прекрасно. Если такой сценарий будет, то это просто великолепно. Но давайте предположим, что есть и другой сценарий развития этой ситуации. Кто-то, возможно, дядя, очень нехороший дядя, который любит зарабатывать деньги нечестным путем и любит зарабатывать быстро и хорошо, приходит к разработчику этой программы. Ну, соответственно, он не разработчик, он просто адаптирует эту программу под определенные виды телефонов. И, допустим, на Redmi Note 7 это реально очень круто. Сделали великолепно, потому что снимает она. Ну, вообще, очень-очень отлично и видео, и фото, и все-все-все остальное. Так вот, этот нехороший дядя приходит и говорит, знаешь, давай договоримся, я закину тебе полляма, а ты установишь туда, в эту программу, небольшой такой троян, который будет сливать мне учетки, записи, данные карт, данные там учетных записей, конфиденциальные данные, ну и так далее. Может быть такое? В принципе, друзья, да, теоретически небольшая возможность этого существует. Конечно, будет хорошо, если это не так. Но тоже давайте подумаем. То есть люди сидят, разрабатывают программы, тратят на это кучу времени, средств там и так далее. И мы получаем эту программу абсолютно бесплатно, скачивая ее откуда-то. В принципе, да, человек может зарабатывать за счет того, что его сайт популярен. То есть люди туда постоянно заходят, что-то скачивают там за счет рекламы, монетизации этого сайта. Может быть, он что-то и зарабатывает. Но теоретически, как мы уже говорили с вами, может быть такое, что его попросят накатить туда совсем небольшой троянчик. Совсем-совсем такой небольшой троянчик, который поможет сливать нужную информацию. Да, в принципе, такое возможно. Но, друзья, я не хочу сказать, что я против Google Camera. Google Camera это реально классная штука, которая пользуется. И совет, друзья, небольшой. Это чисто мое логическое такое рассуждение. Если вы устанавливаете Google Camera, то устанавливаете ее на те аппараты, на которых нет конфиденциальной информации. То есть учетных записей, данных карты ваших, дебетовой, кредитной карты и многих-многих других. То есть таким образом вы себя обезопасите. Но если у вас есть там конфиденциальные данные, и вы закачиваете туда ПК-файл, как бы разрешая этой программе делать все, что угодно в вашем телефоне, то вы, в принципе, рискуете. Был недавно случай. Я смотрел на YouTube ролик. Если я его сейчас найду, то сейчас у вас будут кадры как бы из этого ролика. Человек зарабатывает на инвестициях, на акциях, облигациях и так далее. У него на дебетовой карте просто крутые деньги, там 3 миллиона, 4, сейчас он дошел до 5 миллионов. Так вот, в какой-то момент, представляете, у него деньги стали просто-напросто пропадать. То есть какие-то покупки пошли, где-то деньги сливаются в другую сторону. Он, конечно, запаниковал, потому что там просто громаднейшая сумма. Да любая сумма, друзья, если вы потеряете даже 100 рублей, это будет неприятно. Он обратился в службу поддержки этого банка. В общем, они начали расследование. Первое, что они спросили, что с вашим телефоном. Какие программы вы устанавливали на ваш телефон, где вы использовали там 5-10. Но в итоге, короче, не разобрались. Где-то деньги вернули, где-то по прошествии какого-то времени деньги вернулись. Когда у меня произошла ситуация, связанная с вот этими вот нехорошими действиями, там с мошенническими, у меня номер, контактный номер в банке Тинькофф у меня был на смартфоне на Андроиде, на операционной системе Андроид. Из разговора с сотрудниками банка Тинькофф мне сразу же задали вот именно этот вопрос и сказали, что возможно, возможно, это и как раз таки и является причиной то, что мой телефон взломали. Меня попросили сделать скриншот экрана, сотрудник банка мне попросили сделать проверку на вирусы, на еще на какое-то там плохое там программное обеспечение, которое может быть было установлено. Программное обеспечение, которое может быть было установлено. Осадочек остался, поэтому моя рекомендация номер один – это использовать контактный телефон, именно связанный с банком, с вашим счетом, либо Apple, это тоже со слов сотрудников банка Тинькофф, либо вообще кнопочный, который вы планировали отдать маме. В общем, мужик попотел, потому что потерял много времени, нервов, да, вот за счет этой ситуации. Представьте, да, он бы вообще мог деньги эти не вернуть. Но в итоге так сложилось, что банк, ну, как бы понял, что это не махинация его личная. В общем, он все это доказал, и деньги зарезервировали и каким-то образом вернули. Я не знаю, нашли преступников или нет, но ситуация, смотрите, да. Первое, ну, как бы первый момент, он потерял эти деньги с помощью телефона. То есть, как бы с телефона слили какие-то данные, какую-то информацию, и воспользовались ей, чтобы деньги переводить на свой счет. Вот такая настоящая, реальная история. Поэтому будьте осторожны. Но, коль мы, друзья, заговорили о Google камере, зачем, в принципе, ее закачивают? Для того, чтобы делать крутой продакшн, для того, чтобы делать крутое видео. И сейчас видео просто-напросто очень популярны на пространствах Рунета, Интернета, там, Ютуба, Инстаграма и так далее. Куча разных видосов выкладывают. И мне китайцы, знаете, заслали такую штуковину для того, чтобы снимать просто нереальный продакшн. Я ее протестировал, и мне эта штуковина очень понравилась. iMind от Beyond Sky. Такой стабилизатор великолепный. Сейчас вы видите видео, да, как я иду и записываю, по сути, влог. Если мы включим оригинальный звук, то там есть одна проблемка. Я записывал звук непосредственно на сам телефон, и из-за ветра звук и качество звука вообще, в принципе, страдает. Красивую, классную картинку. Мы сейчас живем в такой век, когда люди снимают себя, да, люди снимают много видео, люди снимают видеовлоги, блоги и все-все такое, да. Соответственно, для того, чтобы снимать и делать картинку красивой, необходима стабилизация, да. То есть, самая первая проблема, когда ты снимаешь хорошие, там, качественные видосы, камера трясется, да, и получается не совсем красивая картинка. Я забыл взять с собой, вот, ну, обычный микрофон, вот с такой ветрозащитой, и поэтому продакшн получился не очень. Ну вот, обратите внимание, насколько хорошая и качественная стабильная картинка. Я специально, друзья, снимал на фронтальную камеру Redmi Note 7. Вот этот стабилизатор подходит для Redmi Note 7 просто вообще великолепно. Ставите грузик, который идет в комплекте. Комплектация очень простая, в принципе, шнурок для зарядки и грузик, все, и мануальчик небольшой совсем. Девайс этот настраивается очень просто. Вам нужно установить телефон таким образом, чтобы он не шевелился, а оставался в одном положении. Это называется стабилизация, стабильная картинка, что была у вас. Потом включайте стабилизатор. У вас есть одна кнопка. Она отвечает за то, чтобы либо менять режимы, либо включать и выключать этот девайс. Сверху джойстик, которым вы можете управлять. Вот, обратите внимание, да, сейчас мы перейдем на джойстик и делаем вот такие плавные движения. Если вы нажимаете совсем немного, то движение будет помедленнее. Если вы нажимаете сильно, то движение будет достаточно быстрым. Но так или иначе, картинка будет стабилизироваться. И это реально классно. Посмотрите, пожалуйста, заставки небольшие, как можно снимать видео с помощью этого стабилизатора. Насколько красивая, интересная и качественная картинка получается. Можно создавать просто что угодно, друзья. Фильтры накинете и просто киношная картинка получается. Фильтры накинете и просто киношная картинка получается. Фильтры накинете и всём на своем состоянии. Фильтры накинете в частности. Фильтры накинете и просто их Garcia. Фильтры накинете и для украшения. Компунктcert. Фильтры накинете и прощения будет приезжать. Фильтры накинетрик — смотрим на Фильтры накинет в линии. Для того, чтобы создавать видео на YouTube, это просто незаменимая вещь. iMine стоит в районе 7000 рублей. Ссылочки, кстати, друзья, на этот стабилизатор есть в описании под этим видео. И там, кстати, купон на 15% скидку на этот стабилизатор, поэтому пользуйтесь. И в Telegram-канале я тоже выложу ссылки на этот стабилизатор. Работает он около двух часов. То есть, в принципе, я снимал на улице около часа, дома снимаю около часа. И, в принципе, он еще не садится. То есть, здесь, в принципе, все в порядке. А для того, чтобы поставить стабилизатор, ну, допустим, на какую-то поверхность неровную, там, на землю, там, еще куда-то, да. Я взял совершенно обычный штатив, который стоит на Алиэкспрессе, там, 200-300 рублей. Есть определенное гнездышко. Я прикрутил его туда. Таким образом, вы видите на видео, как можно его установить. И вы можете делать еще статичные видеокартинки. Почему? Статика тоже нужна, да. Да, допустим, вы идете, вы создаете, допустим, влог, снимаете себя в движении. И, как видите, движение очень плавное. То есть, картинка не мечется. Люди не переключают вас, потому что у вас плавная и хорошая картинка. Рука, даже если у вас подрагивает, то, в принципе, все будет в порядке. Поэтому стабилизатор в этом отношении, это просто очень и очень классная штука, которая помогает создавать реально классный продакшн. Ну и сейчас то время, когда нужно создавать видео, да. В принципе, люди зарабатывают с помощью этого, выкладывают в Инстаграме, делятся и так далее. Проблема была в чем? Когда вы создавали видео, ваша картинка дрожала. Вот на фронтальную камеру, даже в Redmi, даже, в принципе, во флагманах не стоит стабилизация. То есть, ее там, в принципе, нет. Ни электронной, ни оптической вообще никакой нет стабилизации. Если вы смотрите сейчас видео, то видите, да, я снимаю на фронтальную камеру и очень классно получается продакшн. Плюс фронтальной камеры в чем? Вы видите себя, соответственно, можете выстраивать правильно кадр, делать более динамическую и интересную картинку, показывать то, что вам необходимо. При необходимости, конечно, вы переключаетесь на основную камеру и делаете там зарисовки, еще какие-то моменты и вещи. Поэтому, друзья, все ссылочки в описании, проходите, обязательно смотрите. С вами был я, Эдскрабер. Всем хорошего настроения, всем позитива и добра. Всем пока-пока.